Всем привет! С вами Алис Канобиевлаб. Работаем с картами, смотрим с погодами в ближайшие дни и делаем выводы о катаклизме. Начинаем с Атлантики, смотрим, что здесь есть интересного. Ну вот такой хороший шторм здесь сформировался, да, он точно пойдет вот сюда вот в сторону восточного побережья США, но докуда дойдет пока непонятно, то есть у него займет это довольно-таки много времени. Вот здесь такой интересный шторм к западу от Канарских островов, но судя по всему сейчас вот здесь над Европой стоит такой омегаобразный классический блок антициклональный, причем я смотрел описание в одном паблике и почему-то они считают, что этот блок формируется за счет циклонов. Нет, ребята, это не за счет циклонов, это как раз область высокого давления препятствует циклонам к их движению. Отлично мы видим вот здесь вот по Атлантике, как скопилась куча формирований, да, это прямо сейчас мы видим спутниковый снимок. И вот такую вот систему мы вот видим в Средиземном море, это как раз вот в августе я говорил о том, что велика была вероятность тогда около Туниса, здесь Ливии были такие образования похожие на зачатки Медикана. Видите, прошло пару недель и все проросло. И в чем уникальность этого события в том, что из-за сухой природы Средиземноморского региона формирование таких тропических циклонов очень редкое. И, как правило, оно может произойти только при нескольких необычных обстоятельствах, таких как низкий сдвиг ветра и атмосферная неустойчивость, вызванная вторжением холодных восточных масс в южную часть Европы. Вот так вот, видите, вторжение холода приводит вот к таким вот процессам. Ну и, соответственно, сейчас мы видим проблему у нас и в Испании, в Португалии, возможно, тоже, да, даже в Северной Африке, потому что здесь задерживаются циклоны, в некоторой степени может быть Ирландия. Ну и большие проблемы вот в Южном Средиземноморье, прежде всего, это Греция, это Запад Турции, включая Стамбул, там уже были потопы, это и Южная Болгария, мы видим там тоже потопы, очень много человеческих жизней забрали. Но это происходит не только в Европе, то же самое происходит и в Америке, потому что такая новость, что больше 73 тысяч человек застряли на фестивале Burning Man в Неваде из-за сильных ливней. То есть это было необычно, потому что в этот момент в Неваде, в этот период года в Неваде не должно быть никаких сильных ливней. И этот фестиваль проводится много лет уже, и никаких проблем у них не было. Ну а теперь они все заблокированы, потому что там дно пересохшего озера, и поверхность такая глинистая, соответственно, когда прошли дожди, если кто не знает, по глине очень тяжело передвигаться. Даже без всего, просто человеку пройти по глинистой почве, когда она влажная, это непростая задача, потому что налипает все на обувь. И, соответственно, они заблокированы, к ним никто толком проехать и выехать не может, ну и в плане там автобусов. И поэтому эвакуация тоже задерживается, но я думаю, что та публика, которая там собирается, мир не слишком пострадает. Так, еще что интересного. Вот здесь вот у нас мощные ливни, связанные вот с этим циклончиком, который находится на юге РФ и на западе Казахстана. Здесь тоже пролилось неплохо, да, вот прогрессию, называется циклон Даниэль, выпало в некоторых местах, по разной информации, до 700 миллиметров осадков. Но в среднем где-то 125 миллиметров осадков. И вот в Астрахани тоже Александр Тачков пишет, плюс 21, с утра идет дождь, вчерашние трещины наконец-то расправятся. Ну, имеется в виду там тоже вот эти глинистые почвы, которые связаны с ушедшим морем, высохшим, да, там, и, соответственно, там, когда жара, то происходит образование больших трещин. Так, и циклон у нас вот здесь в Сибири находится, да, тоже, если вы видели, крупный град выпадал в Новосибирске, там, кое-где смерчи наблюдались. И накрыло, накрыло сейчас Восточную Сибирь, была отличная погода, но вот Матвей пишет, Кузнецов в Иркутске плюс 15 и идет сильный облажной дождь. Вот такие вот у нас новости. Так, Восточную теперь давайте посмотрим регионы, прежде всего Якутия, но здесь уже начинается, так сказать, приход потихонечку. Вот Сергей Гоголев писал, к нам идет теплый воздух с запада со стороны Сибири, температура поднимется до 27 градусов и будет длиться до 2 сентября. После этого дневная температура снизится до осенних значений и будет колебаться от 11 до 15 градусов. Короче говоря, осень в центральной части Якутии придет, как по календарю, с 1 сентября. Ну вот, давайте посмотрим вчера, что писал пользователь интернета. Значит, было плюс 15, максимальная температура, минимальная плюс 3,1, это в Якутске. Сегодня 6-13 градусов и стартует сезон под названием золотая осень. Желтеют листья на деревьях, надо было на природе быть в такую погоду. Абсолютно согласен, да, в такую погоду надо было быть на природе, более того, быть активным на природе. Вот юзер FQ2 пишет, привет, Алекс, у нас с вами похожие хобби, тоже люблю бег и закаливание. Правда, в связи с разъездами нет регулярности, но по возможности купаюсь до ледостава. Тем более, здесь в средней полосе Европейской России и летом можно закаляться. Вода не особо теплая бывает, плюс 16-22 градуса в основном. Вот, спасибо большое, очень рад, что у вас такие хобби. Ну, вы знаете, есть такие ключи, бьющие ключи, и там температура бывает в некоторых местах плюс 4 градуса круглый год. Так что, можете найти такие места, и тогда закалка будет вообще просто супер. Игорь Янекеев пишет, в Эмиконе осень очень уверенно начинает себя проявлять уже до минус 9 градусов. В Сусумане 2 сентября был снежный, первый снег со снежным покровом 2 сантиметра. Вот такие вот у нас новости приходят с восточных регионов. Так, ну а мы давайте теперь посмотрим, что еще здесь в Тихом океане. Ну, здесь вот южнее Японии мы видим штормы, да, там восточнее Филиппины. Здесь вот образование происходит, штормов в Бенгальском заливе тоже какая-то активность есть. Ну, вот здесь вот еще зона мощного антициклона, да, на Ближнем Востоке с центром над Ираном мы наблюдаем. В Штатах довольно-таки все рассеяно. Вот этот шторм, вот этот шторм сейчас по великим равнинам, на него надо обращать внимание. Это уже связан с проникновением, вот как раз там сейчас и молнии прямо наблюдаются, да, и в Техасе, и на севере. Шторм в Тихом океане никому пока что не вредит, если резко не изменит траекторию. Ну, в Южной Америке пока что вот так вот. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас по температурам в настоящий момент. Ну, в Европе довольно-таки хорошая погода для сентября. Мы видим температуру, особенно во Франции, 25-26 градусов. В Лондоне плюс 19, тоже неплохо. В Северной Германии 20-25. Немножко прохладно. В Скандинавии где-то 11-15 градусов. В Санкт-Петербурге здесь тоже 16 градусов. Эстония 16. Ну, вот в Вильнюсе плюс 20 градусов. В Белоруссии хорошая погода наблюдается. Украина на западе вполне умеренно. Плюс 22 градусов. В Киеве 23. Киревой Рог 25. Китшуниев 24. Харьков 24. В принципе, неплохие погоды. Ростов-на-Дону там же месячная норма осадков вылилась вот в связи с этим циклоном. Но температура хорошая. В Ростове и Краснодаре плюс 26 градусов. В Севастополе тоже плюс 26 градусов. Ну, так Тавиан 2011 жаловался из Киева, что плюс 35 было. 36 каждый день задолбало. Это жара. Вот так вот пишет. Вот. Юзер ХФ6 пишет. Бергер Лапчик, дорогой. Когда уже нам хана от матушки природы? Не дождетесь. Она слишком добрая. Вот. Но катаклизмы будут. Антрий Степанов пишет. Всем привет, Алекс. Сейчас много пожаров. Ввиду климатических изменений по-разному регенерируется кислород в атмосферу. Есть ли карта его содержания в онлайн-режиме по типу пыли или озона? Нет. Такой карты нет. И в принципе он распределяется довольно-таки равномерно. Так. Идем дальше. Дальше Астрахань плюс 28. Октау 27. Забираемся теперь в Поволжье. Смотрим здесь. Саратов 25. Самара 24. Казань плюс 22 градуса. Ну вот сюда вот зато как раз холодного воздуха происходит по линии Кострома, Москва, Брянск. Все, что северо-западнее здесь гораздо и севернее, здесь гораздо прохладнее. Вот в Архангельске плюс 12. Мирный 14. Петрозаводске 14 градусов. А в Мурманске у нас плюс 8. Уже такая прям прохладная погода. А все, что восточное здесь, более-менее тепло. И распространяется это практически до предуралия. В Уфе плюс 21. Арибург плюс 24. Челябинск и Тихенбург плюс 17. Пермь плюс 19. У нас в северо-западе Сибири тоже более-менее хорошая погода. Сургут плюс 15 градусов. Но дальше идет циклоны. И под циклоном здесь такая зона прохлады. У нас Томск плюс 12. Астана плюс 14. Такие температуры. Видно, что Средняя Азия не дает уже жару практически. Она доходит только до Каспия сюда и переходит в сторону Кавказа. За Кавказ, Баку плюс 30 градусов. Ереван плюс 34 градуса. Ашхабад плюс 34 градуса. И видно, что также жара воруется. Сюда вот она уходит в сторону Аравийского моря. И очень хорошо разогрета вот здесь полупустыня и пустыня Ближнего Востока. В Багдаде плюс 46. Все еще Куэйт плюс 41. Абудаби 40. Доха 40. Тоже Медина 43. Если сравнить с Сахарой, примерно такие же широты. Мы видим, что температура-то совсем отличается. Смотрите, Южный Алжир плюс 32 градуса. Всего Нигер плюс 33. В общем-то, Мавритания тоже особо не прогрета. Вот это удивительно в этом году, что Сахара довольно-таки холодная. И вот даже видно по Египту. Западный Египт плюс 35, а вот восточный плюс 40. Такое ощущение, что здесь подогревается со стороны Аравийского полуострова. Переходим теперь в Южную Сибирь. Здесь хорошая погода. Плюс 15 градусов перед циклоном. Здесь загон, нагон юго-западного ветра происходит. В Иркутске мы видим облачность. Там дожди идут. Плюс 15. Ну, неплохо. А вот жара видно, что уехал. Уехал на юго-восток. Сюда вот в Монголию восточную. В Китай. Со стороны Якутии тоже вот здесь прохлада потихонечку устанавливается. Иркутске уже плюс 4 градуса. Ну, по северу еще вот здесь плюс 5 градусов. Да, то есть пока что холодная погода не накрыла полностью. Она как бы частями, да, как лоскутное одеяло. Ну, Цусуман плюс 1. Магадан плюс 7. Охотск плюс 8. Довольно холодно сейчас в Чукотке. Вот здесь вот как раз начнется со стороны Певека. Вот Билибина уже здесь минус 1, да. Потихонечку подбирается к Канадре. Вот отсюда и пойдет наступление зимы недели за неделей. В Петропавловск-Камчатске пока что нормально. Плюс 12 градусов. В Приморье где-то 17-18 градусов. Хорошая температура. Но жара уже ушла. Жара, мы видим, опустилась сюда в Китай. В Пекине плюс 31. В Чунцине плюс 33. Все еще тепло. Здесь в Акламакане в районе 30-32 градусов. Отличная погода сейчас Пакистан, Индия. То есть тепло особой такой. Экстремальной жары не наблюдается. Давайте посмотрим Австралия. Ну, также вот прохлада еще на Юго-Западе, на Юго-Востоке. Но уже все равно более-менее высокие температуры. 15-16 градусов. Даже в Тасмании плюс 12. В Хобарде только плюс 9. И к Южной Австралии сюда через пустыню уже добралась настоящая жара. Так, в Новой Зеландии 12 градусов. В Окленде уже плюс 16. Уже здесь начинается весна настоящая. Вот такой вот заток у нас холодного воздуха. Наблюдается как раз через Западную Канаду, на Запад США. Поэтому здесь на Великих Равнинах все это встречается. И ничего удивительного нет, что здесь мощные грозы. А вынос жары сейчас происходит сюда, в сторону Великих Озер, через Детройт, в Восточную Канаду. И здесь еще циклончик находится. И поэтому он сюда затягивает еще жару. Поэтому Лабрадоры, город Лабрадор здесь плюс 17 градусов. А берется все это вот отсюда из Техаса и поднимается через Великие Равнина. А вот на Западе Америки уже не жарко. Здесь даже в Фениксе плюс 27, в Лас-Вегас плюс 23 градуса. Так, в Бразилии все хорошо. Но вот южная часть, давайте разбираться. Здесь как-то прохладно. Смотрите, по порту Олегрия плюс 11, Ривьера плюс 6, по Инос-Айресе плюс 8. В общем, всего связано здесь с циклоном, который находится в Чили. Но вот южная часть, здесь серьезные морозы, уши минус 5. Здесь Вилла, Хиггингс минус 4 градуса. Смотрим Южная Африка. Здесь тоже как-то весна не спешит. Мы видим, что прохлада идет и в Намибии, и в Ботсвано. И как-то жара пока что не проникает. Хотя температура такие комфортные, 14-16 градусов. Но не для всех комфортные. Так, это вот такое сейчас состояние дела в настоящий момент. Но давайте посмотрим, что будет у нас сегодня ночью в Евразии. Здесь со стороны Таймыра тоже будет попытка проникновения холода в сторону Восточной Сибири. Но вот циклоны, они как раз закроют от проникновения этого холодного воздуха. Поэтому развиться не дадут. Также со стороны Скандинавии и Белого моря мы видим такое холодовое вторжение. Прибалтика, от Прибалтики до Поволочи. Здесь еще и вот этот мини-циклон тоже играет свою роль. Ну и холодной ночью над Балтикой. Здесь центр антициклона сейчас прямо над Балтикой. Это будут дневные температуры. В Северной Америке мы видим, что в основном уже не распространяются за пределы США. За исключением Востока Канады. Где здесь циклон находится рядом с Гренландией. И сюда как бы засасывает теплый воздух. Но вот здесь на севере Канады, в районе Маккензи, мы видим, что здесь островок тепла еще остается пока. Хотя бы днем. Так, давайте завтрашний день посмотрим, что будет завтра интересного. Будет довольно-таки жарко в Западной Европе в связи с антициклоном и циклонами, которые здесь накачивают сюда довольно-таки теплый воздух. В Восточной Европе вот такое подковообразное вторжение происходит до южных регионов практически, до Украины, Запада, Казахстана. Но около морей пока что еще комфортная, хорошая погода. Также будет неплохо, мы видим, на Урале, причем на северном, в Западной Сибири тоже хорошая погода будет стоять. Но вот прохлада потихонечку через Якутию и Чукотку здесь начинает распространяться. Со стороны Китая вынос вот сюда в Приморье произойдет теплого воздуха, связанного с циклоном, который находится здесь на границе СССР. Такие вот у нас изменения. Но эта ночь будет в Северной Америке. Пока что без каких-то эксцессов немножко начинает выхолаживать вот здесь вот по западу континента. Так, давай теперь глянем понедельник, 11 сентября. Что здесь будет интересно? Здесь мы видим тепло в Европе так и сохранится. Но сюда вот подкрадутся уже циклоны. То есть антициклон сместится в Восточную Европу. Центр будет уже над Белоруссией. И, соответственно, будет меняться распределение потоков холодных и горячего воздуха. Но, в принципе, начало осени без каких-то резких таких холодовых вторжений в Европе абсолютно. Циклон будет находиться в Казахстане. Соответственно, вот здесь северный Казахстан будет немножко прохладно. С другой стороны, в сторону Южной Сибири, опять же, вынос теплого воздуха, который будет способствовать тому, что немножко наступление холода будет задерживаться из Якутии. Хотя в Восточной Якутии здесь мы видим уже такая серьезная прогрессия. Такой плацдарм, так же, как и восточная Чукотка. Так, давайте посмотрим в Америке, что у нас будет в районе 11 сентября. Здесь, кстати, удивительно, но будет вынос довольно-таки теплого, горячего воздуха практически до акватории Северного Литого океана. Она связана с наличием циклона, который на себя это все вытянет. А над газоном, заливом станет антициклон. И здесь будет, наоборот, прохладнее. То же самое на западе континента. Вот такие вот нас ожидают погодные процессы. Ну, а с вами был Алекс, канал Беред Лапши. Отличного проживания!